С 9 по 15 июля по всей стране стартует акция «Подари мне жизнь». Говоря иначе, неделя против абортов. Хасавюрт не стал исключением. Данная акция направлена на укрепление семьи, традиций и сохранение жизни неродившегося ребенка и здоровья женщины. По словам заведующей консультативной поликлиникой при перинатальном центре Минаина Ирбековой, показатель числа абортов по России очень высок, несмотря на то, что о их вреде говорится очень много. Молодые женщины, для которых по тем или иным причинам беременность стала нежелательной, не подозревают, насколько серьезными могут быть последствия. Последствия, конечно, опасные. Бывают ранние и поздние. Ранние – это кровотечение, естественно, а в последующем – это воспаление, бесплодие, угроза самопроизвольных выкидышек каждых последующих беременностей, эндометриоз матки, воспаление матки, рак молочной железы, рак тела матки. Это все приводит к этому, и женщины об этом даже не подозревают. В продолжении беседы Минаи Тимирбековна пояснила, что при решении женщины сделать аборт большое влияние оказывается и со стороны отца будущего ребенка. Специалисты медицинских учреждений делают все, чтобы максимально снизить их количество. Проводятся индивидуальные беседы с психологами. Объявляются так называемые дни тишины. По мнению одной из будущих мам Камилы Махмудовой, испытать чувство материнства – это счастье, которое невозможно описать. Маленький человечек с момента появления на свет придает смысл жизни. И, как отметила Камила, аборт – это самая большая ошибка, которую совершает женщина. Конечно, это неправильно делать аборт, это лишать жизни человека маленького, который имеет право жить. И я считаю, что это несправедливо. И нужно, чтобы идти на этот шаг, осознанно нужно подумать для начала, посидеть, подумать, что она делает, принять какие-то решения, сразу идти на аборт. Я считаю, что это неправильно. Цель акции – еще раз напомнить, что семья – это самая главная ценность в жизни человека. По подсчетам специалистов, период с 2015 года до первой половины семнадцатого по всей стране количество абортов сократилось до полутора тысяч. А это значит, что именно стольким детям была подарена жизнь.